Путин есть Путин. Дай Бог ему здоровья, долгих лет жизни. Вот я молюсь за него. Вот как появился Путин с его армией, так и прошел ковид. Исчез ковид. Мы сказали милиции, вы не вмешивайтесь. Мы разберемся сами. Мы сейчас в течение часа сожжем твой дом, тебя и твою семью. За это я бы вернул бы Советский Союз обратно. Я даже за то, чтобы вернуть и Аляску, потому что это российская территория. Ромское братство, оно должно быть повсюду и везде. Вот это я хочу, чтобы они это поняли и осознали. Артур Чарарь, сын известного цыганского барона Мирчи Чараря, одного из первых миллионеров в СССР. Цыганский барон всея Молдовы. Общественно-политический деятель Республики Молдова, стран СНГ и дальнего зарубежья. Международный судья для всех цыганских судов. Живет в городе Сороки, Молдова. Артур Михайлович, спасибо большое, что пригласили к вам гости нас. Сейчас в соседней стране, в Украине, идет война. Как-то жизнь поменялась в Сороках в связи с этой войной в соседней стране? Ну, честно говоря, конечно, поменялась. Обидно. То, что люди гибнут, молодые ребята, очень болезненно на душе. И вообще, знаете, все сердце исковеркает. Ну, видите, этим наверху видней. И дай Бог, чтобы, как говорится, закончилась чем побыстрее, чем поскорее эта война. В вашем городе были беженцы, украинцы, да? Вы как-то их принимали, помогали? Да, мы помогали нашим ромам. И не только ромам. И самый большой переходной пункт – это в Могилево-Подольске. Здесь 54 километра отсюда. Могилево-Подольске, Атаки. Вот отсюда через мост. Переезжали, мы там поставили наших ребят, ромов, горячий чай, кофе, там, еще что-то. Все, что Господь Бог посылал. Это первоначально, когда началось. И я, слава Богу, что мы смогли там организовать, что это самое, вот эти все дела. Поэтому... Но все решалось через вас, как через цыганского оборона. Нет, там все-таки... Местные власти. Да, и местные власти уже подключились, и все остальное. Но мы были всегда там. Как вообще устроена жизнь в Сороках? Вы являетесь цыганским обороном. Это значит, что все цыгане, которые здесь проживают, так или иначе вам подчиняются или нет? Ну, как бы вам сказать, мне не нужно подчиняться. Меня нужно слушать. И если трудно, лучше всего поинтересоваться, как правильно поступить, как правильно сделать, чтобы не допустить ошибок по жизни, в жизни и для жизни. Почему? Потому что, слава Богу, у меня очень богатый опыт, и у меня нету этического и морального права, когда ко мне обращаются любой национальности. То есть люди любой национальности, я не имею этического и морального права что-нибудь плохо им посоветовать. А с какими просьбами они обычно помогут? Разные просьбы и социального характера, и житейского, и всякий-всякий вопрос. Чем мы сможем помочь, тем и помогаем. Почему? Потому что надо помогать людям. Люди нуждаются, как говорится, в моей подсказке, в моем совете. И спрашиваются, кто такой барон? Барон, я не говорю, что он всезнающий, всевидящий. Барон – это человек, как говорится, между людьми и сам собой. И у него богатый опыт общения и всего остального. Так должно быть. Георгий Михайлович, вернемся к вопросу. То есть получается, что вы, минуя судебную и официальную власть, сами разрешаете свои споры? Обязательно. Только таким образом и только таким. Но смотря какие споры. Ну, например, какие? Ну, например, считайте, что я в международной организации ИРУ, International Roma Union, я являюсь судьей, международным судьей. И я честно скажу, что я даже судил цыганского короля из Румынии. И, значит, было там что-то между ними. Он вызвал к себе министра финансов. Это двоюродный брат его отца. И вызвал первого генерального секретаря этой организации к себе. И говорит, вот поезжайте в Германию, там должно быть 60 миллионов евро, 60 миллионов евро для ромов Румынии. Чем выехали в Берлин, узнали, что есть фонд ЕВЗ, узнали, что есть этот фонд. Вот, то есть, в этом фонде есть деньги для ромов Румынии. Они приехали, доложили ему. Все нормально. Потом на второй раз, когда они поехали туда, с ними не хотят разговаривать. Этот узнал, что есть деньги, и он хотел их, как говорится, прикарманить. Но вы мне извините, ты возглавляешь такую большую международную организацию. Мы здесь не пришли зарабатывать, наживаться на, как говорится, на трагическом историческом поприще нашего народа, которые во Второй мировой войне пострадали от румыно-фашистских немецких германских захватчиков. Где нас сжигали, убивали, стреляли наших братьев, сестер, детей. Мы здесь пришли для того, чтобы собрались в этой организации, для того, чтобы поднимать уровень и престиж наций. Обучение, здравоохранение, многие-многие-многие факторы. И вот было скопище. То есть собрались, позвонили нам, эти же тоже не дураки. Они поняли, что с ними немцы не хотели разговаривать, потому что было предупреждение письменное. Когда подойдут еще раз эти люди, с ними не общайтесь. С ними не общайтесь, потому что они в подозрении. А немцы, они же педанты. Говорят, как так? Вроде бы. И они взяли, написали нам в Кишинев. Вызвали меня, вызвали Василия Никитича Дрангоя, вызвали со всех стран. То есть вы поехали разрешать международную такую проблему? Да, проблему, да. И вот мы первую ночь приехали, переночевали в гостинице. Второй день мы собрались там в Сибирь, в этом офисе. Было там со всех стран. С Франции, с Италии, с Турции, с Швеции. Со всех стран мира. Кто смог приехать, все приехали. Ну и вот, когда началось, когда началось, было жуть. Там до резни, до крови. Я увидел это, я понял и почувствовал, что будет большая трагедия. Я сразу встал и говорю, тормоза! Все повернулись. Кто сказал? Барон сказал. Барон Сиамолдова. Артур Чарари. Я говорю, мы сюда приехали не для того, чтобы увидеть вашу дурость и вашу силу. Если вы хотите увидеть силу и дурость, в течение одного часа у меня здесь на Готове, у меня здесь на Готове, моя команда. И если они подойдут, а мы русские цыгане, они нас называют русскими, потому что мы советские, русские цыгане. Я говорю, и вам покажем, что и как и зачем. Они раз. Я говорю, ваше величество, то, что вы наш король, я его приподнял, то, что вы для нас цыганский король, для нас большая честь и слава, и мы дорожим вашим именем и именем вашего отца, царства небесного ему. И я думаю, что вы по нашему обычаю, я сразу взял инициативу в своей рудке, потому что я знаю, как это делается и зачем это делать. Я говорю, мы должны вместе с вами сейчас в присутствии всех публично подать руку друг другу, обнять друг друга, поцеловать и попросить прощения. И идти вперед так, как вы начали идти. И это правильно. И ваша деятельность должна быть прозрачной во всех делах. Ну а вот насколько прозрачная деятельность, например, ромов здесь в Сороках? Потому что, ну, разные есть ситуации, например, известно, что некоторые люди совершают определенные правонарушения. Я знаю вот из опыта своего родного города Жлобина, где ромская диаспора продавала наркотики, да. И это было не только в моем городе. Как, собственно, в Сороках этот вопрос разрешался? Тоже через вас? У нас в Сороках разрешался этот вопрос не только через меня. у нас этот вопрос коллегиально. Все люди, у тех, которые дети умерли от наркотиков, у тех, которые молодые ребята, как говорится, утром их находили в оцепенении. Вот люди собирались, и то, что мы говорили, и мы советовались, как правильно лучше сделать, дабы, как говорится, не то, чтобы им сделать вольготную, чтобы они дальше продавали. Нет, мы собирались, бомбили дома, давали по мозгам. Да, и такое было. И милиция, мы сказали, милиции, вы не вмешивайтесь, мы разберемся сами. И мы говорили ему, ты хочешь зарабатывать, продавать на крови наших детей, на судьбах и на смерти наших детей? Ты хочешь заработать, стать богатым? Нет, мы тебе такое не дадим. Хочешь, мы сейчас в течение часа сожжем твой дом, тебя и твою семью. Вот так мы жестко с ними разговаривали. Или мы, и честно говорю, мы обливали их бензином и говорили, или вот сейчас одна спичка, и ты пылаешь синим огнем и сгораешь дотла. И нам не жалко от тебя, потому что ты тоже не жалел наших детей. Вас бы судили за то, что бы вы сделали? Если бы мы сделали, то нас бы судили бы, естественно. Но мы же знали, мы же знали, на что идем. Мы идем до крайности, доходим до крайности, но за крайностью мы не переходим. То есть это были просто угрозы, чтобы человек остановился? Испуг называется брать на понт. И вот примерно таким образом мы действовали. Сейчас этого нету, я так понимаю. Чем живут ромы в Сороках? Какова их жизнь? Ну, в Сороках я вам скажу, что почти все ромы живут сейчас в Германии, во Франции. Многие выехали. В Бель выехали все. Они получают там 300-400 или сколько, я даже не знаю. Евро в месяц на каждого человека. И плюс еще на детей. Если семья большая, это действительно... Это помощь государству вы имеете в виду, да? Помощь государству, да. А так большинство, когда наши выезжают за рубеж бывшие советские страны, республики, значит, они занимаются торговлей. И слава Богу, что они занимаются торговлей и торговлей вещей, торговлей продуктов. Самое главное, чтобы они наркотой не занимались. Это значит, что эту помощь от государства они получают на порядок выше в той же Франции, Германии, чем, например, зарабатывая деньги здесь в своей родной стране? Ну, вы знаете, здесь, в нашей стране, вы же знаете, какая у нас страна и какая ситуация и какое положение. Ну да, пенсии у некоторых людей не дают... Бога ради. 100 долларов. 100 долларов. Вот. У меня лично тоже 100 долларов. я человек, который проработал всю свою жизнь в Бюро Межэтнических Отношений, я получаю 100 долларов, а какой-то депутат получает 70 тысяч лей. Вы мне извините, это справедливость. Я, который вложил, я, который поменял менталитет ромов, я, который сделал днем и ночью свои деньги тратил для того, чтобы приехать, поехать. Вы мне извините. Артур Михайлович, знаю, что ваш отец был одним из первых миллионеров в Советском Союзе. Этот бизнес по пошиву белья был именно здесь, в родных сороках. Что потом случилось? Почему это производство пришло в упадок? А я вам скажу, что случилось. Случилось непредвиденное. Заболел Валентин в 96-м году. Кого вы имеете в виду? Родной брат моего отца, где они вместе работали в этой фирме. Потом закрыли наши фирмы, весь товар на 28 миллионов, когда был доллар 4,2. 28 миллионов миллионов. Это каких лей? Лей. 28 миллионов. Это целое состояние. Это целое состояние. То, что они проработали за 90-е года, они все собрали и должны были реализовать эту продукцию. И за то, что они не дали взятку, за то, что они не дали взятку, вот у них случилась вот эта проблема. Вы не пробовали возродить этот бизнес здесь? Я хотел сначала вытащить этот товар, который был арестован, наложен арест на них. И финансовая гвардия, и инспекции, и налоговые, и все сети. Я хотел вытащить. И как раз заболел еще и отец после смерти отца, после смерти Валентина. И все это осталось. Не получилось. И все это осталось. Но вы мне извините, попробуйте с государством судиться. Сейчас государство как-то поддерживает Ромов ваших? Никак. И большая дискриминация в нашем государстве. Какая именно? Что имеется в виду? Не берут на работу? Ну не только из-за этих критерий. Нет. Там больше критерий. Но какие проблемы в основном? Ну то, что написали, как говорится, о том, что было директива, правительство, помогать Ромов, лишь только бумага. Я вам честно скажу, лишь только бумага. И дискриминация осталась, есть и будет. О, вам еще платить, смотрите, какие хоромы у вас, смотрите, как... Вы мне извините, то, что мы построили, это мы построили не на ваши деньги, на наши деньги, на наш труд. Вы должны определиться, что вы хотите, что вас жаба давит, потому что мы смогли добиться. Вот, пожалуйста, что мы добились. Мы добились, построили, сделали. Я для чего построил этот дом? Для того, чтобы я жил только я, в свое удовольствие? Нет. Для того, чтобы вся моя семья была здесь. И много, видимо, здесь заброшенных таких построек? Очень много, и большинство, не только наши цыганские дома, но заброшенные и молдавские дома. Все закрыты, кто на пульт сдал, кто еще как-то, и все выехали, уехали отсюда, потому что здесь невозможно. Нет работы, нет перспективы. Нет работы, нет перспективы. Вы мне извините, люди взяли кредиты в банках, посадили сады, вырастили эти яблоки. А куда сдавать эти яблоки? Кому их сдавать? Носок так ниже себестоимости. Копейки абсолютно. И они наживаются, а кому-то... Именно поэтому, насколько я понимаю, вы критически относитесь к правительству Майсанга и партии ПАС. Честно говоря, самое такое это ее партия. Вот на сегодняшний день это ее партия. Нечем хвалиться. Нечем. То, что она обещала, то, что она это самое... Я лично ее поддержал своей росписью и письмом. от всех наших организаций мы ее поддержали. И она об этом знает. И она не удостоилась, как говорится, я не удостоился честью, чтобы она мне хоть один раз вызвала. А вы ждали этого? А как же? Я хотел переговорить, посидеть, пообщаться, подсказать, дополнить, пополнить чем-то? Нет. Нету этого. И она ей нравится разъезды, поезды, и ходит, и попрошайничать. У меня, честно скажу, у меня есть такой план развития Молдовы, что Молдова с одного гектара земли может снять 3-4 урожая в течение одного года. Хорошо, мы сняли этот урожай. Кому продавать его? Но вот сейчас Молдова выбирает путь евроинтеграции. Поддерживаете ли вы такой путь? Честно скажу, нет. Почему? А я вам скажу. Вы мне извините, кто меня прогарантирует, что там они будут покупать нашу продукцию? Наши бывшие советские ГОСТы, стандарты, кто будет покупать? Это заново, это все надо делать, это все пересмотреть. Но нужно будет подгонять под европейские стандарты. Вы мне извините. Европейцы сами не знают, куда девать свою продукцию. А мы должны быть. Наш самый большой рынок это восточный рынок. Это Восток, это Россия, это Белоруссия, это Казахстан, это Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения. Вот это бывшие советские страны, страны СНГ. Раз уже мы с вами вспомнили Россию, нужно ли Молдове оставаться в фокусе страны, которая развязала войну во Украине? Извините, что имеет одно с другим? Мы равноправные партнеры, мы продаем, они покупают, они продают, мы покупаем то, что нам нужно, и то, что им надо. Вот и все. А то, что между ними есть, как говорится, терки, вы имеете ввиду между Украиной и Россией? Вы извините, зачем вы нас вмешиваете? Но это же война. Но это война. Которую развязала Россия? Говорят, которая развязала Россия, а вы мне извини, а это нормально, справедливо, что мы были все вместе, мы для чего давали вам территории, российские земли, вам давали, чтобы мы жили вместе. Примерно я так понимаю. А вы нам сейчас ракеты под бок НАТО ставите? Зачем? Спрашивается, зачем? Одно слово, зачем? Но в то же время Молдова страна небольшая и под ее самими границами находится Приднестровье с российским военным контингентом. А вы мне скажите, пожалуйста, ведь было, считайте, что налажена ситуация. И сейчас вопрос не стоит о Приднестровье. Сейчас вопрос стоит лишь бы вковырнуть там, чтобы Украина прыгнула на Приднестровье. Зачем это? Но Украина не прыгнет на Приднестровье при условии, если только Кишинев об этом ее может быть при каких-то условиях, попросит. А не попросит, а если попросит, что? Не думаю, что Украине сейчас важно было бы еще ввязываться в эту Приднестровье. Я думаю, что Украине лучше пускай занимается своими делами и не будет выскочкой то там, то тут, то ее задевают какие-то интересы. Какие интересы? Если на то пошло, то пускай вернет Украина наши молдавские земли. Измаил, Килия, пускай наши, если на то пошло, Черновцы, Хотин, пускай вернет наши. Но мы же не возвращаемся к периоду, когда, допустим, Молдова была великой. Можно потребовать от Румынии вернуть какие-то земли. И Румыния тоже должна, обязана вернуть. А не то, чтобы присоединить, ей легче присоединить нашу Молдову к ней, чтобы она не возвращала наши земли. Вы бы не хотели воссоединения этого всего. Нет, не хочу, и я против. Я против. Почему? Я не против молдавского, то есть румынского народа. Это страна, это богатая страна, нормальная. Да, но вы меня извините. Вы живите там, мы живем тут. Как мы жили, так мы будем. То есть нейтральный статус наиболее подходил бы для молдованного жителя. Оно и правильно было. первоначально по конституции мы должны быть. Но российское руководство постоянно говорит о том, что молдаване теряют свою идентичность, намекают на то, что она может быть следующей после Украины. Как это воспринимать? Зачем мы в России? У России столько земель, столько территорий, столько всего ресурсов. Вы меня извините. Ну, не знаю, это имперские аппетиты. Как известно, Россия никогда не останавливалась на чем-то одном. Хорошо. А вы мне скажите, а американцы останавливались на чем-либо? Конкретно. И все, и тормознули. Нет. Им постоянно что-то где-то ковыряет. И как-то ковыряет. Вот именно, что ей не дает покоя. И особенно Россия не дает ей покоя. Потому что у нее большие территории. Она живет в хороших отношениях с Лукашенко. Кстати, насчет непосредственно Владимира Путина. Есть ли у вас какое-то мнение об этом человеке? Ну, что говорить. Путин есть Путин. Дай Бог ему здоровья, долгих лет жизни. Вот я молюсь за него. Вот как появился Путин с его армией, так и прошел ковид. Исчез ковид. То есть для вас это человек, на которого можно равняться, я так понимаю. И не только равняться, но и надеяться. Почему? Какую Путин может подарить надежду? Ну, вы мне извините, это же Путин. Одно имя лишь только чего стоит. Путин. Путин. Лукашенко. Ну, вы мне извините. Да, про Лукашенко, кстати, ну, и Лукашенко также является суагрессором, войны в Украине, Беларусь находится под международными санкциями, выборы в Беларуси не признаются международным сообществом. Вы также считаете, что Лукашенко является предметом для подражания какого-то? Я вам честно скажу. Я когда в 2014 году проезжал через Беларусю из Москвы на своей машине, я клянусь, я просто был удивлен и был поражен. Какая чистота, какой порядок, какие, ну, вообще, я было зимой проезжал зимой. Вам понравилось? Мне очень понравилось. Но разве это заслуга Александра Лукашенко? Целого народа. А что, а что, что я могу без народа? Кто я без народа? Звать меня никак. Но Лукашенко-то как-то, как правило, себя не равняет с народом. Большинство заслуг, которые приписываются беларусам, он приписывает себе. Он дал нам, мол, независимость, он дал зарплаты, он дал дождь, он дал картошку, что угодно. Лукашенко каждый раз приписывает вот все эти заслуги именно себе. Но справедливо ли это, на ваш взгляд? Ну, с одной стороны, знаете, не хвали себя. Это называется похвали меня, моя губесенька. Нет, с одной стороны, да, есть у него такие замашки. А по большому счету, если взять, по большому счету, кто? Руководитель страны, дом, когда дети знают про страх родительский, и жена знает про страх мужа, это счастье в доме. Я не сторонник того, чтобы насильственным образом, чтобы был порядок. Но он насильственным образом удерживает власть. Он изменил конституцию, подавил народные протесты, он подавил народную революцию, которая заявляла о том, что это не их призы. Какая народная революция? То, что хотят поляки сделать? То, что хотят американцы сделать? Нет, нет, я говорю о протестах 2020 года, когда сотни тысяч белорусов выходили на улицы, не согласные с результатами выборов 9 августа. А почему не согласны? Почему вы не добились такого результата? Почему люди не согласны? Почему? Чем не согласны? Чем вы недовольны? Зарплата есть, то есть. Вот нам бы такого белоруса, у нас в Молдове, было бы плохо. Но у вас уже был подобный президент Игорь Дадон. Не настолько жесткий, но тем не менее его сравнивали с тем, что он пытался тоже подмять под себя власть, сделать некое подобие авторитарного управления. Это рисовки. Я вам честно скажу, я был у него советником. У Игоря Дадона? У Игоря Дадона. И вы вкусны. Как вы его оцениваете? Во. Во! То есть это ваш президент? Это народный президент, это не только мой президент. Даже, даже он меня наградил орденом почета. Это его, его, его рука была на этом. Но все эти коррупционные скандалы, так или иначе, связанные с Игорем Дадоном, вы им не верите? Вы считаете, что это нормально? Послушайте меня. Люди Иисуса Христа и Абхайли, который был сыном Божьим, а вы хотите, чтобы Игоря Дадона, вы думаете, что люди довольны моим управлением? А вот Борода пришел, он тут это самое раскомандовался, он тут это самое том, что вы? Так сделай сам, иди, добивайся, делай, приложи свои усилия, не спи ночью, как я не сплю и думаю. Кто может быть лучше, Игоря Данона? Возможно, вы видите человека в вашей стране, который бы мог перенять власть после Майя и Санды? После Майя и Санды? Я честно скажу, я не вижу. Артур Михайлович, вы бы сами хотели бы пойти в президенты? Ну, честно говоря, я еще не подумал, но если народ попросит и народ, как говорится, доверит мне такое руководство страной, республикой, я честно скажу, я за возврат Союза в новой форме мышления, правления, экономической, политической и духовной интеграции. Вот за это я бы, да, вернул бы Советский Союз обратно. Это был бы какой-то обновленный Союз? Обновленный, совсем. Взяли бы все самое лучшее от капиталистического строя, соединили бы с социалистическим строем, и мы бы процветали бы. Но поймите меня правильно, все делается не для меня лично. А кого бы вы поставили вот на месте руководителя этого Союза? Этого Союза? Да. Ну, естественно, самых достойных. Я не говорю, что мы бы сделали бы там на конкурсной основе. Кто лучше предложил? Но из сегодняшних руководителей постсоветских стран это мог бы быть кто? Кто? Общественно? Естественно, Путина. Естественно, Путина. Почему? Я понимаю, что, может быть, ему надоело. Вы думаете, у него промелькнула вот эта мысль? Да хватит, у меня уже голова болит, все на меня. Ну, то есть, человек, который развязал войну в центре Европы, должен был бы руководить этим союзом, на ваш взгляд? Вы не извините, он же вынужденная мера. Ну, как так? Ты у меня, ты у меня забирай, я тебе дал территорию, живи, процветай. То есть, Путин дал Украине земли, на ваш взгляд? Или как это? Россия дала земли Украине? Россия, Российская империя когда-то дала, Владимир Ильич Ленин дал империю, то есть, украинцам. Где они там воевали в Крыму, украинцы, когда в Памине их не было еще? Но так, и так Крым уже находится под российской оккупацией. Зачем было развязывать? А под чей оккупацией должно было? Мы же отбили, то есть, мы же. Вы в курсе дела, что у Штефана Великого была территория и место в Крыму? Вы в курсе дела или нет? Да. Ну вот, значит, часть, часть тоже наша, молдавская, потому что мы там были. Артур Николаевич, я хочу сказать, что просто в 21 веке пересматривать границы европейских государств, но это как-то дико. Дико. Это не вписывается в наши сегодняшние ценности. Вы мне скажите. Умирают украинские дети, погибают мирное население. Согласен. За что? За то, что Путин захотел вернуть какие-то территории, которые Россия когда-то якобы передала Украине? Когда-то? Ну вот видите, что это было когда-то. А сейчас нужно вернуть обратно все. Я даже за то, чтобы вернуть и Аляску, потому что это российская территория. А Беларусь кому должна принадлежать? Беларусь, она должна быть в составе всех, как говорится, славянских стран. Вот так она должна быть. А Лукашенко куда девать тогда? Лукашенко остается на своем месте и будет руководить данной территорией. Вот так должно быть. Вы говорили про то, что возможно вернуть вот этот союз общий и взять самое лучшее, но нужно ли брать такие вещи, как авторитарность или управление, репрессии, уничтожение политических противников, как это делает Александр Лукашенко. И об этом знают многие в Европе и тем не менее никто его теперь не признает легитимным президентом Беларуси. А я вам честно скажу, ему может быть и жарко, но во всяком случае не холодно. Вот от того, что его не признают. Но ему важно, наверное, только, чтобы его признавал его друг Владимир Путин. Самое главное, самое главное, что народ сыт, обут, в тепле. И вот это самое главное. Пару лет, пару десятков лет они еще могут идти вперед. То есть, на ваш взгляд, еще пару десятков лет и Владимир Путин, и Александр Лукашенко останутся при власти? Ну, вы мне извините, все мы смертны. Никто не гарантирован, что завтра или послезавтра что-то со мной случится. Давайте реально спуститься на землю и реально думать. Не надо так, знаете, абстрактно думать, что будет завтра, что будет через час. Мы не знаем, никто не гарантирует, что у нас будет все нормально. Нет. Как говорится, мы всегда идем к кому? К чему? Идем к старости. К чему? К худшему. Надейся на лучшее, но мы сами сами по себе идем к худшему. Если не Путин и не Лукашенко, то кого бы вы видели в качестве руководителей этих государств? Есть очень много талантливых людей, способных людей. И, как говорится, мир не без добрых, не без глупых и не без талантливо заменимых людей. Это мои слова. Я Артур Чарари сказал эти слова. Артур Михайлович, еще хотел бы сказать, что, как вы говорите, белорусы сыты, одеты и при работе у Лукашенко вместе с тем, например, ромов в Беларуси, так же, как и в Молдове, как вы свидетельствуете, дискриминируют. В частности, в 2013 году в моем родном городе в Жлобине проходил республиканский праздник ярмарка Дожинки, и ромская общность компактно жила на окраине города, это микрорайон Южный. Некоторые дома были построены, конечно же, ромами самовольно, самодельно. И что сделали местные власти по приказу областных чиновников? Они просто дали ромам несколько дней, там, день на сборы и полностью подчистую снесли эти дома. люди просто спали на улице. Я сам приходил к ним, делал про это репортаж. Что бы вы на это сказали? Ну, честно говоря, немножко жестко, немножко жестко, но, поймите меня правильно, не только в Белоруссии, и в Плеханово, там, где это, в Подмосковье, вот, тоже ж люди жили, тоже дома построили самовольно. Здесь у нас, в Молдавии, пожалуйста, невозможно, как говорится, то есть, есть возможность построить самовольно, вот, но раз построил, пускай живет, плотишь, плотишь штраф, что без разрешения было построено, и вот примерно в таком, но, видать, там что-то, чего-то было такое, что... люди просто жили, и мы сказали, что здесь ваши дома построили незаконно, и мы вам даем просто сутки, чтобы вы собрали вещи и убрали, потому что мы их будем сносить. Приехали бульдозеры, приехали большая техника, и просто разобрали эти постройки. Ну, вы меня напоминаете точно такую ситуацию, как сейчас строят в Германии, во Франции строят незаконно построенные эти самые кибитки, еще что-то из фанеры, из это самое. Естественно, люди должны, то есть власти должны сносить. Вот. Ну, если есть возможность, чтобы еще чуть-чуть пожили, чтобы еще немножко детей, и дать им время, чтобы они немножко собрали свои монадки, свои вещи, и ушли оттуда. Вот так должно быть, но без разрешения вы мне извините. Когда нету разрешения, нету всего, эти самые, нету титулов на постройку, нету еще что-то, документы обязательно должны, любая постройка, любое строительство должно сопровождаться документами. Вот. Артур Михайлович, наверное, напоследок хотел бы вас попросить что-то пожелать Ромом в Беларуси. Я знаю, что у вас есть там связи, и даже белорусский посол в Молдове приходил к вам в гости, у вас есть тесные связи с диаспорой в Беларуси. Что бы вы им хотели пожелать, и в целом, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям и белорусам в частности? Ну, во-первых, я хочу пожелать Ромом везде, не только в Беларуси, но везде, где они не жили, где они не находились, о том, чтобы они действительно были Ромами в полном смысле этого слова, и в Бога верили, и творили добро, помогали друг другу, не оставляли друг друга в беде, и чтобы они были действительно как Ромское братство, оно должно быть повсюду и везде, вот это я хочу, чтобы они это поняли и осознали, не смотри, что он там богатый, что он бедный, что мы Ромы, мы Ромы должны быть, как говорится, и никто не застрахован от бедноты, никто не застрахован, что он может быть богачом, станет богачом, никто не застрахован, еще что-то, поймите мне правильно, жизнь полна неожиданностей, особенно неприятных. Спасибо большое за интервью. Пожалуйста.